Студия аудиокнига своими руками Субтитры создавал DimaTorzok 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 предмет превратится в искусных руках, тоже как указано в программе, не только в спасительный щит, но и вразящий меч. Кончик этого бича будет жалить о гремучая змея, мелькать как молния, разить как гром и все время держать на значительном расстоянии страшилище. Тщетно мечущиеся по клетке в стремлении броситься на укротителя. Но и это еще не все. 16-летний Арсо, настоящий Геркулес, сын белого и индианки, пронесет на перекладине 6 человек, по 3 на каждом плече. Кроме того, дирекция обещает уплатить 100 долларов каждому, независимо от цвета кожи, кто в рукопашный схватки одолеет юного атлета. По ноге ему ходят слухи, что с гор Сан-Бернардино, специально для схватки с Арсо, прибыл некий гризли-киллер, победитель медведей, известный своей неустрашимостью и силой охотник. Он первый, как только возник штат Калифорния, отважился выйти на страшного серого медведя гризли в одиночку, имея при себе только топор и нож. Возможность победы гризли-киллера над 16-летним силачом из цирка мистера Гирша сильно возбуждает умы всех мужчин, жителей Нагейма. Если Арсо, до этого времени всегда укладывавший по обе лопатки самых сильных янки штатов, будет побежден теперь, всю Калифорнию овеет громкая слава. Умы женщин были больше возбуждены третьим номером программы. Тот же могучий Арсо будет носить на 30-футовом шесте маленькую Дженни, истинное чудо мира, о котором афиши возбещали, что она самая красивая девочка, которая когда-либо жила на земле. Дженни было всего 13 лет, но и тут дирекция обещала 100 долларов каждой девушке и тоже без различия цвета кожи, которая будет признана красивее этого воздушного ангела. Читая этот пункт программы, знатная мисс и миссис из Нагейма и его окрестностей, в презрительной гримаске кривят губы, считая недостойным образованной леди, вступать в такое соревнование. Однако, каждая из них скорее согласится отдать свой билет на бега, чем откажется от посещения вечернего церкового представления, где можно увидеть маленькую соперницу, в превосходство красоты которой по сравнению, например, с сестрами Бимпа, они все же не верят. Обе сестры Бимпа, старшая Рефуджио и младшая Мерседес, небрежно сидя в отличном экипаже, тоже читают эту афишу. На их красивых лицах не отражается ни малейшего волнения, хотя они чувствуют, что взоры всего Нагейма в эту минуту обращены к ним, как бы призывая их спасти честь всего штата. Вместе с тем в этих взглядах своеобразная патриотическая гордость, которая покоится на уверенности в том, что кроме этих двух калифорнийских цветков не найдешь более прекрасных во всех горах и каньонах нового света. Как прекрасны эти сестры. Не зря в их жилах течет чистейшая кастильская кровь. Их мать ежеминутно напоминает всем об этом обстоятельстве, подчеркивая тем свое высокомерное презрение ко всякого рода цветным, а также ко всем светловолосым людям, то есть к Янке. Какой же должна быть Дженни, чтобы она могла держать победу над ними? Местная газета «Еженедельное субботнее обозрение» писала, что когда маленькая Дженни взбирается на верхушку шеста, поставленного на могучее плечо Рсо, когда повиснув там, высоко над землей. Подвергаясь опасности разбиться насмерть, она поднимает ручки и начинает мелькать, как мотылек. В цирке воцаряется глубокая тишина. И не только глаза, но и сердца зрителей с трепетом следят за каждым движением чудесного ребенка. Кто хоть раз видел ее под куполом или на коне, заключала газета, тот не забудет ее никогда в жизни. Даже самый великий художник на земле, некий мистер Гарвей и Сан-Франциско, который делал росписи в Палас-Отеле, не сумел бы создать ничего похожего на этот прелестный образ. Недоверчиво настроенная или обожающая сестер Бимпа анагеймская молодежь усомнилась в этом и заметила, что статья неверна. Но окончательно все это могло выясниться лишь во время вечернего представления. Тем временем оживление около цирка усиливалось с каждой минутой. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Около него никого нет. Конь, видимо, томится, беспрорывно отмахиваясь хвостом от мух и нетерпеливо встряхивая головой, насколько это позволяет ему туго притянутые к седлу поводья уздечки. Постепенно глазам открываются и другие предметы. Лежащие на песке шест, на котором Рассо носит Джейни, и несколько заклеенных тонкой бумагой об ручей, через которые девочка должна прыгать. Предметы эти брошены небрежно, и вся полуосвещенная арена производит такое впечатление, как будто это покинутый дом с давно забитыми окнами. Ряды нагроможденных всюду скамеек едва виднеются в этом сероватом свете и выглядят как руины. Даже конь, который стоит, опустив голову, не оживляет этой безрадостной картины. Где же, однако, Арсо и Джейни, проникающий через Чили луч света, в котором кружатся и взлетают пылинки, падает золотистым бликом на дальние скамейки? Луч этот медленно движется по кругу и, наконец, освещает детей. Арсо сидит на скамейке, а у его ног примастилась Дженни. Ее прелестное детское личико склонилось к коленям от лета, а глаза обращены вверх, как бы внимая только словам товарища. Нагнувшись к ней и изредка покачивая головой, юноша что-то говорит. И терпеливо разъясняет ей. Дженни прекрасна. Большие и грустные голубые глаза. Темные брови. Тонкие черты лица. Открытый, ясный лоб и легкая тень задумчивости. Эта фигурка никак не вяжется с цирковым костюмом, коротенькой тюлевой юбочкой, украшенной серебряными блесками и розоватым трико. Орсо одет в трико телесного цвета. Солнечный луч освещает его необычайно рано, развившиеся плечи, очень выпуклую грудь, запавший живот и сравнительно короткие ноги. На крутой низкий лоб спадают длинные жесткие черные волосы. Временами, когда он поднимает голову, видно его лицо. Орсо, черты которого правильны, даже может быть очень правильны, но кажутся какими-то застывшими. Это юноша замкнутый, раздражительный и угрюмый. Директор, который, по правде говоря, мало рискует, ставя за него сто долларов против любого, кто хотел бы помериться с ним силами, ненавидит Орсо и вместе с тем боится его, как плохой укротитель боится зверей. Он дрессирует и избивает юношу по любому поводу. Это делается еще и потому, что мистер Гирш полагает, если не бить Орсо, то сам будешь битым. Таков Орсо, таков его хозяин. Но с некоторого времени он стал более приветливым к юноше. Год назад, когда Орсо, который еще обязан присматривать и за зверями, чистил клетку пумы, зверь, высунув лапу, сильно поранил голову юноши. Орсо тут же вошел в клетку и между человеком и зверем произошла отчаянная борьба. Победил Орсо. Однако он был настолько изранен, что потерял сознание и потом долго болел. Тем более, что директор избил юношу за то, что тот переломил пуми хребет. Во время болезни Орсо, маленькая Дженни проявила к нему горячее сочувствие. Она перевязывала ему раны, когда никого не было около него. А в свободное время садилась возле Орсо и читала ему добрую книжку, в которой говорилось о любви к ближнему, о сострадании. Словом, о тех чувствах, о которых никогда в цирке мистера Гирша даже и разговора не было. Слушая Дженни, Орсо долго раздумывал над услышанным и, наконец, пришел к выводу, что если бы в цирке все было так, как написано в книжке, то и он был бы добрее, да и не били бы его ежедневно. Так между Орсо и Дженни возникла дружба. С этого времени, когда в часы вечерних представлений девочка ездила на коне, Орсо следил за ней внимательным, заботливым взглядом. Подставляя ей обручи, заклеенные тонкой бумагой, он ласково улыбался, подбадривая девочку. Когда же под аккомпанемент песенки «Ах, смерть близка» он носил ее на верхушке шеста, вызывая тем страх у зрителей, то и сам боялся за нее не меньше их. Он хорошо понимал, что если бы Дженни разбилась, то в цирке не было бы уже никого из доброй книжки. И потому он зорко следил за ее движениями. Его осторожность и беспокойство еще более увеличивали тревогу зрителей и напряженность самого зрелища. Позже, когда вызываемые на бис в буре аплодисментов, они вместе выбегали на арену, Орсо всегда выдвигал Дженни вперед, чтобы большая часть оваций досталась ей. Только с одной Дженни мог свободно разговаривать Орсо. Только перед нею раскрывалась его душа. Он ненавидел цирк и мистера Гирша, который был совсем иным, нежели люди из доброй книжки. Что-то тянуло Орсо к лесу и саваннам. Это влечение он, видимо, унаследовал не только от матери-индианки, но и от отца Белого, который, вероятно, был трапером. О том, что влечет его туда, он говорил только маленькой Дженни. Он рассказывал ей, как живется там, в саванне. Большей частью это были его личные догадки, но кое-что он знал также и от охотников. Они иногда заходили в цирк, чтобы продать мистеру Гиршу пойманных ими диких зверей или попытать счастье и получить сто долларов, которые директор назначил за победу на Дорсо. Маленькая Дженни обычно слушала эти рассказы, широко раскрыв голубые глаза, и глубоко задумавшись. И вот сейчас, сидя в полосе солнечного света, они снова говорят об этом, вместо того, чтобы репетировать сложные прыжки девочки. Конь понура стоит на арене в ожидании наездницы. Вперев задумчивый взгляд в пространство, девочка обдумывает, как все это будет там, в саванне. Временами она задает вопросы, чтобы яснее представить себе саванну. «А где там можно жить?» спрашивает она, она снова подняв глаза на Дорсо. «Там много дубов. Люди берут топор и строят дом». «Хорошо», – говорит Дженни, «а пока нет дома. Где жить?» «Там всегда тепло». Гризли-киллер говорил, что там очень тепло. Дженни кивает головой в знак того, что если там тепло, то ей больше ничего не надо. Но через минуту снова задумывается. У нее в цирке есть любимая собака, которую называют «Госпожа собака». И кот, тоже господин кот. Дженни хотела бы в отношении их что-то решить. «А господин кот, госпожа собака, пойдут с нами?» «Пойдут», – отвечает Дорсо. «И добрую книжку с собой возьмем?» «Возьмем». «Хорошо», – говорит девочка. «Господин кот будет нам ловить птиц. А госпожа собака лаем предупреждать нас, если к нам захочет подойти гадкий человек». Орсо чувствует себя счастливым. А Дженни продолжает. «И мистера Гирша не будет. И цирка тоже не будет. И мы совсем ничего не будем делать». «Ах, нет!» Вдруг спохватывается она. «Добрая книжка говорит, что нужно работать». «Ну так я перескочу иногда через обруч. Или через два, через три, четыре. Да-да, через четыре обруча». Дженни, видимо, Дженни, видимо, не представляет собой иной работы, кроме прыжков сквозь обруч. Минуту спустя она снова спрашивает. «Орсо, а мы всегда будем вместе?» «Да, конечно, Джи. Когда он произносит это, лицо его светлеет и становится почти красивым». «Джи!» Говорит он после паузы. «Послушай, что я тебе скажу». Девочка хотела уже встать с низенькой скамейки, чтобы взглянуть на коня, но, услышав слова друга, опять присела около Рсо, боясь пропустить хоть одно слово. Она слушает юношу, подняв голову. К несчастью, в эту минуту в цирк входит артист Бича. Он находится в самом скверном настроении. Репетиция со львом явно не удалась. Облезлый от старости лев, который жаждет только одного, чтобы его раз и навсегда оставили в покое, никак не хотел бросаться на артиста Бича. И под его ударами только прятался в угол клетки. Директор в отчаянии уже подумывал о том, что если эта излишняя покорность не покинет льва до вечера, то номер с Бичом может не состояться, потому что бить льва, который трусливо отступает, совсем невеликое искусство. Еще больше ухудшилось настроение директора, когда кассиры донесли ему, что Кагуилы, видимо, истратили все, что заработали во время уборки винограда, так как вместо денег они предлагают лишь свои накидки, меченные знаком USA, Соединенные Штаты Америки. Известие о том, что у Кагуиловни денег явилось ударом для артиста Бича. Он рассчитывал на полный сбор, но без битком набитой галерки такого сбора не бывает. Поэтому у директора было сейчас одно единственное желание, чтобы все индейцы представляли собой одну сплошную спину, и чтобы на этой спине он мог дать номер с Бичом в присутствии всего Анагейма. В таком настроении он входит в цирк и видит привязанного к барьеру коня, понура опустившего голову. От злобы директор готов перевернуть все вверх дном. Где же могут быть Арсо и Дженни? Прикрыв ладони глаза, чтобы их не ослепляли тонкие лучи солнца, пробивающиеся через щели в полотняном куполе, директор углядывается в глубину цирка и, наконец, в полосе света замечает Арсо, сидящего на скамье и облокотившуюся на колени юноши Дженни. Увидев такое зрелище, мистер Гирша пускает конец Бича на землю. «Арсо!» раздается грозный окрик. «Арсо?» Гром, который внезапно ударил бы над головами детей, не вызвал бы в них большего смятения и страха, чем этот окрик. «Арсо» срывается с места и быстро пробирается вниз по проходу между скамейками. За ним бежит маленькая Дженни. Глаза ее широко открыты от страха. По дороге она то и дело цепляется за скамейки. Выбравшись на арену, Арсо задерживается возле барьера, хмурый и молчаливый. Серый свет, падающий сверху, четко обрисовывает его атлетическую фигуру. «Ближе!» хрипло рычит директор. «Еще ближе!» Конец его длинного бича уже извивается по песку так зловеще, как будто это шевелится кончик хвоста у тигра, подстерегающего в засаде очередную жертву. Арсо делает несколько шагов вперед, и мгновение они смотрят в глаза друг другу. Лицо директора отражает сейчас его настроение. Это укротитель, который вошел в клетку с намерением дрессировать и сечь опасного зверя, но вместе с тем с опаской следит за каждым его движением. Однако ярость и бешенство берут в нем верх над осторожностью. Его тонкие ноги, обтянутые лосинами, на которые надеты высокие сапоги, подпрыгивают от злости. «Проклятая собака!» «Прос паршивый!» В злобе шипит директор. Бич с быстротой молнии писал круг, свистнул, прошевестел и ударил. Арсо тихо вскрикнул и шагнул вперед, но второй удар сразу же удержал его на месте. Затем последовал третий, четвертый, десятый. Концерт начался, хотя зрителей еще не было. Поднятая рука великого артиста была почти неподвижна, только кисть вращалась, как насаженный на вал шкив какой-то машины, и каждый его поворот заканчивался ударом по телу Арсо. Казалось, что бич, или вернее, его жалящий кончик заполнил собой все пространство между юным атлетом и директором, который, постепенно возбуждаясь, дошел до полного артистического вдохновения. Артист поистине импровизировал, свистящий конец бича, мелькая в воздухе, уже дважды оставил на шее мальчика кровавые следы, которая вечером должна была скрыть пудра. Арсо молчал, однако при каждом ударе, когда он делал шаг вперед, директор отступал на шаг назад. Так они обошли всю арену. И тогда директор отступил с арены так же, как укротитель, покидающий клетку. Затем он исчез у входа в конюшни, совсем как укротитель. Перед уходом взгляд его упал на Дженни. «На коня живо!» крикнул он. «С тобой сочнемся после!» Еще не замер звук этого окрика, а Дженни уже вскочила на спину коня, и белая тюлевая юбочка мелькнула в воздухе. Когда директор исчез за занавесом, конь начал галлопировать по кругу, изредка ударяя копытами о барьер. «Гоп! Гоп! Гоп!» покрикывала Дженни тоненьким голоском, но этот выкрик был вместе с тем и плачем. Конь бежал все скорее и скорее, ударял копытами о барьер, все больше и больше наклоняясь в одну сторону, в своей быстрой скачке. Девочка стояла на седле, плотно сжав тонкие ножки, и казалось, что она едва касается его кончиками пальцев ног, балансируя розовыми голыми ручонками. Девочка пыталась сохранить равновесие, а ее волосы, откинутые назад движением воздуха, будто гнались за легкой фигуркой. Она была похожа сейчас на птичку, парящую в воздухе. «Гоп! Гоп!» Снова покриковала она. Слезы так застилали ей глаза, что она вынуждена была вскидывать головку вверх, чтобы увидеть хоть что-нибудь. Бешеная скачка вызвала дурноту. Бесконечные ряды скамеек, стены и арена начали кружиться перед ее глазами. Она пошатнулась раз, другой и упала на руки Арсо. «Ох, Арсо! Бедный Арсо!» схлипывала Дженни. «Что с тобой, Джи?» шептал юноша. «Зачем ты плачешь?» «Мне совсем не больно?» «Право, не больно!» Дженни обхватила его шею обеими руками. Все ее тело сотрясалось, а плач переходил в рыдание. «Ах, Арсо!» «Мой бедный Арсо!» повторяла девочка. «Не в силах произнести больше ни слова. Если бы ее самое избили так, она, вероятно, не плакала бы сильнее, чем сейчас. Арсо как мог принялся ее утешать. «Ничего, мне уже не больно. Когда ты возле меня, мне очень хорошо, Дженни!» А директор в это время в дикой злобе бегал по конюшням. Он получил бы несказанное удовольствие, если бы избил сейчас Дженни. Очень сильно избил бы. Этому желанию не мог больше противиться и через минуту позвал девочку. Она немедленно отбежала от Арсо и исчезла в темном входе в конюшне. Вбежав туда, она сначала не заметила никого. Там было еще темнее, чем на арене. Боясь, как бы ей не поставили вину, что она не сразу выполнила приказание, девочка проговорила тихим, дрожащим голосом. «Я уже здесь, мистер! Я здесь!» В ту же минуту грубая рука директора схватила ее за маленькую ручонку и хриплый голос крикнул «Иди!» Если бы директор злился или кричал, это меньше устрашил бы Дженни, чем его молчание. А он тащил ее в сторону циркового гардероба. Поэтому, подавшись назад и сопротивляясь изо всех сил, девочка быстро повторила «Мистер Гирш, миленький, дорогой, я больше не буду!» Он насильно втащил ее в длинный глухой чулан, в котором был склад костюмов, и запер двери на ключ. Дженни упала на колени с поднятыми вверх испуганными глазами, со сложенными в мольбе ручонками, дрожащая, словно одинокий листок, заливаясь слезами. Она пыталась упросить его, но мистер Гирш, сняв со стены плетку, рявкнул в ответ «Ложись!» Девочка в отчаянии ухватилась за его ноги, она почти умирала от ужаса. Каждый нерв трепетал в ней, как натянутая до отказа струна, но она напрасно приникала своими попелившими губками к лакированным голенищем его сапог. Ее страх и мольбы казалось, еще сильнее разъярили неумолимого артиста. Он схватил девочку за поясок юбочки, швырнул ее на кучу одежды, лежавшей на столе и сильно ударил плеткой. «Орсо! Орсо!» Изо всех сил закричала Дженни. Почти в ту же минуту двери закачались на петлях, затрещали сверху донизу и одна половина их с грохотом рухнула на пол. В проломе стоял Арсо. Плетка вывалилась из рук мистера Гирша. Лицо его стало бледным от страха. Вид Арсо впрямь был ужасен. Вместо зрачков видны были только белки глаз. Губы покрыты пеной, голова наклонена вперед и все тело сжалось как бы перед прыжком. Прочь! Крикнул директор, пытаясь неистовым криком скрыть свой страх. Но спасения уже не было. Обычно послушный каждому жесту укротителя Арсо на этот раз не дрогнул и еще ниже наклонил голову и с угрожающим видом шагнул к артисту бича, расправляя свои могучие плечи. Помогите, помогите, забавил артист. Его услышали. Из конюшен через выломанные двери опромет и убежали четверо огромных служителей. Они набросились на Арсо. Завязалась страшная схватка. Директор стучал зубами от страха. В течение нескольких минут он видел только клубок сплетенных тел, их конвульсивные движения. Порой слышались то стон, то тяжелое прерывистое дыхание. На какое-то мгновение четверо верзил одержали верх на Дорсо. Хозяин с перекошенным от злости лицом склонился над ним. Я бы задушил тебя этими руками, если бы ты не был мне нужен. Марш на арену, собака. Но вот Арсо поднялся на ноги, выбравшись из кучи тел. В эту минуту он был страшен. Он двинулся на директора. Непревзойденный артист закрыл глаза, и в ту же минуту он почувствовал, что ноги оторвались от земли, ощутил, что летит по воздуху, а затем, ударившись всем телом об оставшуюся целой створку двери, без чувств грохнулся на пол. Арсо отер лицо и подошел к Дженни. «Пойдем, Дженни», коротко сказал юноша. Он взял девочку за руку, и они вышли из цирка. Почти все горожане ушли за процессией повозок и машиной играющей Янки Дудль. Площадь около цирка опустела, только качающиеся на кольцах попугаи своим криком изредка оглашали воздух. Крепко держась за руки, дети шли туда, где виднелись необозримые саванны и кактусы. Молча они миновали дома, укрывшиеся в тени эвкалиптов. Затем прошли мимо городской скотобойни, над которой кружило множество черных с красными крыльями птиц. Потом перебрались через большую растительную канаву и вошли в рощу апельсиновых деревьев и, пройдя ее, оказались в зарослях кустарника. Это уже была саванна. Насколько видно было, всюду громоздились высокие группы колючих кактусов. Их длинные стебли преграждали дорогу, цеплялись колючками затюливая юбочку Дженни. Но дети шли и шли, сворачивая то влево, то вправо, только бы уйти подальше. В местах, где кактусы были пониже, на самом краю горизонта виднелись голубые горы Санта-Анна. Дети направились в сторону этих гор. стояла сильная жара. Пепельного цвета цикады стрекотали в кустах, потоки солнечных лучей падали почти отвесно. Высохшая земля пестрила сетью трещин, прямые грубые иглы кактусов казались размягченными, а цветы поблекли и наполовину завяли. Дети шли молча, глубоко задумавшись. Все здесь было для них настолько новым, что под сильным впечатлением окружающего они как-то не чувствовали усталости. Дженни бросала быстрые взгляды то на одни цветы, то на другие, то зорко всматривалась в самую гущу кактусов и порой тихо спрашивала РСО. Так это и есть саванна. Однако местность совсем не была пустынной. В отдаленных кустах перекликались куропатки, а вокруг раздавались самые разнообразные странные звуки. Хлопанье, чмоканье, ворчанье, различные голоса населяющих саванну животных и птиц. Иногда прямо из-под ног взлетала целая стая куропаток. Чубатые дергачи удирали на длинных ногах, даже не пытаясь взлететь. Как только дети приближались, черные белки ныряли в кусты, зайцы и кролики разбегались во все стороны. Жирные суслики, сидевшие на задних лапках перед норками, напоминали раздобревших фермеров, стоящих в дверях своих домов. Немного отдохнув, дети направились дальше. Скоро Дженни захотела пить, и Арсо, проявив природную индийскую сноровку и находчивость, пришел на помощь девочке, нарвав для нее плодов кактуса. К счастью, таких плодов тут было много. Они росли вместе с цветами на тех же стеблях. Очищая плоды, дети искололи пальцы, а тонкие как волоски колючки. Но зато сердцевина была очень вкусна. Сладковата, кислая мякоть утоляла одновременный голод и жажду. Саванна накормила детей как заботливая мать. Подкрепившись, они двинулись дальше. Дорога все время шла в гору. Обернувшись еще раз, теперь уже с холма, дети увидели вдалеке расплывчатые очертания Анагейма, похожего на большую купу деревьев, растущих в голой степи. Цирка уже не было видно, но они все шли и шли, шли терпеливо и настойчиво к горам, которые все яснее очерчивались на горизонте. Местность начала изменяться. Между кактусами появился различный кустарник и даже деревья. Отсюда начиналась лесистая часть предгория Санта Анна. Орсо вырвал небольшое деревце и обломав ветви сделал из него дубинку, которая в его сильных руках могла стать грозным оружием. Инстинкт индейца подсказывал ему, что в горах лучше быть вооруженным хотя бы палкой, чем идти с голыми руками. Солнце начало клониться к западу. Огромный огненный диск погружался в океан где-то далеко за Нагеймом. Спустя несколько минут он исчез, но на западе еще горели красные, золотые и оранжевые цвета вечерней зари, похожие на длинные ленты, протянутые по всему небу. Горы резко щетинили зубцами на фоне этой зари. Кактусы принимали фантастические очертания, похожие на человеческие звериные силуэты. Измученная Дженни готова была вот-вот свалиться от усталости и тут же уснуть. Однако они изо всех сил стремились быстрее добраться до гор, сами не зная почему. Но вот дети дошли до скал, и сразу наткнулись на ручей, утолив жажду, а немедленно пошли вдоль русла. Скалы, сначала разразненные и одинокие, как бы сдвинулись вместе, и перед глазами усой Дженни встали высокие каменные стены. Так дети вошли в каньон. Заря гасла, мрак все больше и больше покрывал землю. В некоторых местах лианы перекидывались с одной стороны каньона на другую и создавали над ручьем подобие свода. Там было совсем темно и страшно. Сверху доносился шум деревьев, которых снизу нельзя было разглядеть. Арсо понял, что там наверху находится глухой дремучий лес, в котором полно диких зверей. По временам из лесу доносились подозрительные вселяющие страх звуки, а когда наступила ночь, то стали явственно слышны хриплый виск рыси. Рык-пум и плачущий вой койотов. Тебе не страшно, Джи? спрашивал Арсо. Нет, отвечала девочка, с тобой мне ничего не страшно. Но она была уже совершенно измучена и не могла идти дальше. Арсо пришлось взять ее на руки. Он продолжал настойчиво идти вперед. Юноша надеялся встретить какого-нибудь скватера или выйти к мексиканским палаткам. Раз или два ему показалось, что он видит вдалеке сверкающие глаза диких зверей. Тогда одной рукой прижимал он к груди спящую Дженни, а другой крепко стискал свою дубинку. Он тоже сильно устал. Дженни начал оттягивать ему плечо, тем более, что он все время нес ее на левой руке, желая сохранить правую свободной для защиты. Иногда он останавливался, чтобы передохнуть, и снова упорно шел вперед. Внезапно он остановился и настороженно прислушался. Ему подчудилось, что откуда-то издалека до него донеслись звуки колокольчиков, которые скватры обычно привязывают на ночь коровам и козам. Быстро двинувшись вперед, он вскоре добрался до поворота ручья. Звуки колокольчиков становились все явственнее. Но вот к ним присоединился звон килай собаки. Арсо теперь убедился, что подходит к какому-то селению. Для него это было спасением. За целый день он измучился, и у него уже не было сил. Миновав еще один поворот, Арсо увидел свет. Приближаясь к нему, он стал различать костер, заливающую силаем собаку, очевидно привязанную к стволу дерева, а потом сидящего возле костра человека. Хорошо, если бы это был человек из доброй книжки, подумал юноша. Он решил разбудить Дженни. Джи, тихо сказал он, проснись, проснись, есть. Что это? Спросила девочка. Где мы? Мы в каньоне. Сон мгновенно слетел с Дженни. А что это там за свет? Там живет какой-то человек. Вскоре они уже совсем близко подошли ко стру. собака залаяла еще сильнее, а старый человек поднялся и, отойдя от костра, стал всматриваться в темноту. Помолчав с минуту, он громко спросил, кто там? Это мы, тоненьким голоском ответила Дженни, и нам очень хочется есть. Подойдите, сказал старик. Выйдя из-за большого камня, за которым они сначала спрятались, дети остановились прямо перед костром, крепко держась за руки. Старик изумленно посмотрел на них, и из уст его невольно вырвалось восклицание. Что это? Да, было чему изумиться. Он видел настоящее зрелище, которое в безлюдных горах могло удивить кого угодно. Арсой Дженни был «Иземленно» Продолжение следует... 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 Продолжение следует...